Парламентская ассамблея ООН Путина, а также насколько значимо 70-летие ООН в мире, мы обсудили с постоянным экспертом накануне ТВ, политологом Сергеем Черняховским. Это обеспечивает обеспечивающую, в том числе, аналитическую и техническую работу. Этого я не жду. Хотя неадекватность лидеров западной коалиции, она, конечно, уже близка к параденитальному характеру. Они живут в каком-то своем мире, я не очень понимаю, что происходит вокруг них. Выступление будет затрагивать и тему 70-летия победы во Второй мировой войне, и роль России в победе, уверен эксперт. Скорее всего, будет поднята и тема послевоенного раскола победителей. Сергей Черняховский указывает на то, что ООН переживает некий психологический возраст. 70 лет – это срок первого кризиса целостности системы. Переживет ли ООН его? Посмотрим. Но есть и то, о чем Путин вряд ли скажет. Если в экономике, в частности, рыночной экономике, существует правило ограничения сверхмонополистов в самых разных странах, то, наверное, и в мире должны существовать такие правила. Поведение блока НАТО, тем более в отсутствие альтернативного блока, действительно представляет угрозу международной безопасности. Не Россия, это дело России, а международная безопасность. Факт существования НАТО ведет к войне. Это значит, что на международном уровне должен быть поставлен вопрос в рост успехов. Мощь США, военная в частности, она оборачивается не защитой стабильности, а достаточно неприятными для мира процессами, долговременными последствиями. Эксперт уверен, что скандалы с визами Нарышкина и Матвиенко обсуждаться будут, но в личных встречах. В официальном же докладе будет преобладать принципиальная позиция Путина. Обо всем, только не о санкциях. Чего ожидать на 70-й сессии Генассамблей ООН? Я думаю, что он скажет то, что он говорил достаточно прямо, что однополярный мир неразумен, неэффективен и ведет к кризисам, что Россия своим суверенитетом поступаться не будет, и если с ней не будут хотеть договариваться на равных, она будет идти своим курсом. Но в целом она готова к сотрудничеству, но равноправно. И скорее всего будет в связи с тем, что это лишнее подтверждение невозможности решать первые проблемы без участия России.